Больше половины сотрудников госорганов работают допоздна и при этом не получают никаких доплат. Об этом свидетельствуют данные местных НПО, которые были получены в ходе анкетирования. Руководители управления подтверждают, да, действительно, проблемы существуют. В управлении образования до недавнего времени было 9 вакантных мест. Действующие сотрудники работали за себя и, как говорится, за того парня. Из-за высокой нагрузки многие действующие чиновники просто увольняются с работы. Возможно, здесь нам нужно будет сделать соответствующую, возможно, бюджетную заявку по поводу фонда оплаты труда, чтобы мы могли всех урочные платить. А глупо мы предоставляем по мере запроса самих сотрудников. Ну, понимаете, что для того, чтобы предоставить качественную информацию, свое временное, мы, да, вынуждены оставаться. Ну, это системная проблема. В департаменте государственных доходов количество вакантных мест исчисляется десятками. Особая нагрузка приходится на тех, кто работает с гражданами. В период сдачи налоговой отчетности сотрудники не успевают вовремя обработать необходимые документы. Приходится задерживаться на работе, не получая при этом никаких доплат. Количество налогоплательщика выросло до 575 тысяч. Наши сотрудники вынуждены оставаться после рабочего времени и доделывать свою работу. Ну, здесь, естественно, значит, нехватка штатной численности, низкая зарплата, ну, большой объем нагрузки. На Совете по этике даже предложили установить специальную систему, которая будет отключать рабочие компьютеры во внеурочное время. Но одобрения это не нашло. Поэтому руководители управления по делам госслужбы решили взять эту информацию в работу и в скором времени найти пути решения проблемы. Роман Копняев, Айбулат Джагепар, Александр Грабарев, ТДК-42.